Шарль Азнавур. Это имя знают все. Он родился в Париже в семье бедных армянских эмигрантов и смог стать звездой французского шансона. Певцом, которого уже многие десятилетия обожают поклонники во всем мире, несмотря на моду, новые музыкальные веяния, стили и имена. Родители Шарля Миша Экнар Азнавурян, певец-буритон и актриса, приехали в Париж из Стамбула, когда в 1915 году Турцию захлестнула волна геноцида армян. Когда его отец пришел зарегистрировать сына в ратуше, он хотел дать армянское имя. Азнавурян. Шанур Варенак Азнавурян. Представьте себе лицо тогдашнего работника мэрии, который сказал, Шанур? Что это значит? Это не имя. Это не французское имя, месье. Может быть, назвать его Шарль? Так он стал Шарлем Азнавуром. А потом была война. Отец ушел на фронт добровольцем. В семье за старшего остался маленький Шарль. Денег не было ни на одежду, ни на еду. Чтобы заработать, Шарль продавал газеты на Елисейских полях, торговал на рынке, а по вечерам ходил в театр маленького мира. Нацисты сочли заведение безобидным и решили не закрывать. Здесь ставили спектакли и сочиняли, пели и танцевали. Азнавур играл в пьесах для детей. Уже в 11 лет он получил главную роль, короля Генриха III. Через 20 лет Азнавур услышит. Вы покорите мир, потому что умеете волновать. Эти слова скажет ему другой знаменитый француз, Шарль де Голь. В конце 40-х 20-летний Шарль начал выступать в парижских кабаре. Он пел про разгульную жизнь, молодых красоток и немолодых пьяниц. Азнавур делал это виртуозно. Однажды на такое выступление в кабаре случайно заглянула Эдипяф. И задержалась там. Так ей понравилась искренность и простота песен Азнавура. В тот вечер воробушек, как называли пиаф, дала Азнавуру крылья. И, что еще важнее, шанс взлететь. Что она в нем нашла, удивлялись одни. Себя, отвечали другие. Оба некрасивы, маленького роста, неуверены в себе, но при этом так талантливы и очаровательны. Несколько раз Шарль пытался уйти от воробушек. Дважды попадал с ней в автокатастрофу. Он терпел капризы своей вспыльчивой покровительницы и постоянно учился умею. Он уезжал на гастроли, женился, разводился и снова возвращался к пиаф. Но симпатии музыкальных критиков и журналистов Шарль завоевывал не так легко, как свою публику. Французская пресса в 50-е годы была жестокой и зачастую нападала на людей за их внешность. Они критиковали Жака Брэля за то, что у него были большие зубы. Позже нападали на Сержа Гинсбура за большие уши и нос крючком. На одного нападали за его маленький рост, за его надтреснутый голос. Шарлю за 30. После расставания с пиаф несколько лет были не слишком удачными. В какой-то момент разладились отношения со всеми музыкальными агентствами. Но судьба все-таки повернулась к нему лицом. Не знаю, сколько раз Шарль выступал в Олимпии. Должно быть по меньшей мере раз 10-12. И каждый раз, все с большим успехом, он шаг за шагом укреплял свою карьеру и, наконец, стал мировой звездой. Покорив Францию, Ознавур отправляется в Америку. Теперь его жизнь – это огни большого города. Но по улицам Америки он ходит так же неловко, как и кумир молодости Чарли Чаплин. Только над ним уже не смеются. Его любят. И за маленький рост, и за необычный голос, и за честные песни об одиночестве, старости и смерти. До Ознавура об этом никто не решался петь. Концерт проходит в Карнеги-Холл. Зал полон, все песни на ура. И это уже мировой успех. Когда-то американские небоскребы казались Ознавуру недосягаемыми. Теперь на них его афиши. Ознавур покорил мир любовью. Его искренность пленяла публику и обезоруживала знатоков. В 71-м году французского шансонье ждет второй после выступления в Олимпии всемирный успех. В Венеции он получает приз «Золотой лев» за песню «Умереть любя». «Ля Боэма» «Ля Боэма» – песня о сумасшедшей молодости. Она моментально становится хитом. О том, как мы были молоды, как были беспечны, хочется вспоминать всем. Одна из самых известных англоязычных песен «Ши, она» продержалась на вершине хит-парада несколько недель. За эту песню Ознавур получает золотой, а затем и платиновый диск в Лондоне. За всю историю этого не удавалось сделать ни одному французу. Ознавур заставил весь мир петь о любви по-французски. И Франция это оценила. У него два ордена почетного легиона. И Франсуа Меттеран, и Жак Ширак отметили высшие награды республики, его заслуги перед Францией. Ознавур очень быстро стал мыслить международными масштабами. Он сказал себе, я буду выступать в Нью-Йорке, в странах Востока. Я буду петь везде. И его приняли, потому что у него международный талант. Шарль Ознавур, как Фрэнк Синатра, он может завоевать любовь публики в любой стране, поскольку силы его песен всеобъемлюща. Песни Ознавура начинают исполнять и другие звезды мировой величины. Рэй Чарльз, Ширли Бэйси и Фред Астер. Детские мечты Ознавура о кино тоже начинают сбываться. Впервые он появился на экране в 59-м году в фильме «Головой об стену». А в 1960-м году Ознавур становится кинозвездой, снявшись в картине знаменитого Франсуа Трюфо «Стреляйте в пианиста». Говорите мне вы, когда обращаетесь ко мне. Я задал вам вопрос. Кто это? В Советском Союзе Шарля Ознавура увидели в фильме Жульена Дювевье «Дьявол и 10 заповедей». Он впервые вышел на экраны в 62-м году. Советский фильм «Тегеран-43» – это история любви русского разведчика Андрея и французской шпионки Марии Луни. В фильмографии певца и актера более 50 ролей. И престижный приз «Хрустальная звезда» за актерское мастерство. Ознавур всегда любил удивлять. И когда он с завидной смелостью сына эмигрантов пробивал себе дорогу на музыкальный Олимп, и теперь, когда ему 85. И он по-прежнему не забывает о стиле – сигара, шляпа, кабриали. После землетрясения Ознавур часто приезжает в Армению. В декабре 2008 года Ознавур принял гражданство Армении. Его именем назвали «Площадь в Ереване». В городе Дюмри в благодарность установили памятник. Для публики шансонер живет концертами. Жизнь его семье недоступна для папарацци. И лишь изредка в газеты просачивались слухи о романах кумира миллионов. Большой ценитель женской красоты Ознавур покорил десятки женских сердец. И этому никогда не мешали ни его субтильная фигура, ни маленький рост – всего 160 сантиметров. Как и пиаф, Ознавур легко завоевывал сердце. Он одерживал победу за победой, став кумиром не только публики, но и звезд. Женщины, находясь рядом с ней, что Ознавур далеко не красавец. Известно, что шансонер был женат трижды, у него пятеро детей. Впервые Шарль женился в 1946 году на своей давней подруге Мишель Мрюгель. Уже на следующий год у них родилась дочь Седа. Спустя 10 лет Ознавур женится во второй раз. На певице Эвелин Плесси, которая вскоре родила ему сына. Но прошло еще 10 лет. И в январе 1967-го Ознавур женится в третий раз. На молодой шведке Ули Торсель. Они познакомились в ресторане Сент-Тропе. На вечеринке знаменитого кутерье Теда Лапидуса. Свадьбу сыграли в Лас-Вегасе. Вернувшись в Париж, обвенчались в армянской церкви. Их брак оказался прочным и долгим. Шарль и Ула вместе уже более 40 лет. Знаменитый Парижский музей восковых фигур Гривен. Здесь только самые известные и уважаемые люди мира. Восковая фигура Шарля Азнавура впервые появилась в зале еще в 1963 году. А теперь миру представили нового двойника великого шансонья. Меняется Азнавур, меняется и двойник. Ваша предыдущая фигура в музее Гриван. Что с ней произошло? Ее должно быть переплавили. Вот так, чтобы это был я, но уже другой, сегодняшний. Ну что? Каково это видит меня рядом? Два моих больших секрета – оптимизм и энергия. Я большой оптимист. Я убежден, что проживу 120 лет. Это и есть оптимизм. Продолжение следует...